Всем привет, дорогие друзья, вы на канале AlexPlay, и это видео по игре City Car Driving. Сегодня у меня будет Kia Stinger GT, ссылка на данный мод находится в описании под этим видео. Ну что же, ребята, вот вы сами всё видите. Вот такие вот у него диски, кстати говоря. Да, вращаются тормозные диски передние, это очень здорово. Вот такая вот у него резина, вот такого вот он сероватого цвета. Люблю я этот цвет, не знаю почему, но мне именно белый и серый больше всего нравятся. Ну, потому что у меня машина белого цвета, в реальности, кто не знает. Ну, в общем, как-то так. Знаете, чем-то даже похоже на Ягуар. Может быть, конечно, я могу ошибаться, но чем-то он похож немножко, особенно мордой. Сейчас скажут, ай, да нет, там морда у Ягуара другая, там фары другие, там всё другое, нет. То есть малейшая схожесть. Так, ну что. Вот мы в салоне, что мы видим перед... Что мы, что мы, что мы, что мы видим? Сидение очень качественно смотрится. Вот, вот я не знаю, как вы видите сейчас, но у меня монитор 2К, сейчас, соответственно, в 2К разрешении. И... Как маслом намазать, знаете. Сзади гляньте. Вот просто вот круто. И, кстати, ничего не просвет... А, он с ремнём безопасности какая-то фигня, видите, да? Вон, что-то... Видим, да? Полоски какие-то белые. Вот, то есть вот косячок. Но это мелочь, это вообще фигня. По сравнению с тем, что там дырка, например, какая-то есть, да? Её нету, кстати говоря, дырок нету, да? У нас всё в порядке с этой машиной. Ну что, предлагаю следующее. Так, да, современный район. И начинаем работу. Так, сейчас мы с вами немножечко отсядем. Как это тут у нас? Нормальный видок, да? Так, 2,2 километра? Нет, это слишком много. Давайте что-то нибудь покороче. Так, ну нам всё равно сейчас направо надо поворачивать, поэтому заводим машину. Завели как Жигуля какого-то, блин. Почему звук один и тот же самый заводки? Ну, в принципе, игрой и разрабы не занимаются, поэтому... Чё к ним придираться. Так, о, 1,1 километра. Вот это мне уже нравится. Блин, что-то я всё равно как-то сел. Не по-удобному. Давайте чуть вперёд. Блин, ну мне так не нравится. Я хочу вот... Вот чтобы вот так, и чтобы было видно всё. Ну, чтобы руль целиком я видел. Ладно, пойдём. Так, ну центральное зеркало, кстати, не работает. Вот что я хочу заметить. А я сказал, что всё идеально, да? Вот, центральное зеркало не работает, его просто нет. Ну, ладно. Это не проблема, переживём. Светофор у нас не работает. Так, здесь надо аккуратненько. Ну что ты стал-то? У меня... А у меня ж, по-моему, главное, да? Я даже не посмотрел. Я даже не обратил внимания. Ну давай же ты едь. Что же ты делаешь? Камера заднего вида есть, естественно. Боже, какой ты додик. Это ёлки-палки. Так, ты что вы... Короче, это пипец просто. Я пойду другой стороной. Надо просто ехать... Может, это мой туп. Может быть, я тупанул. Сейчас мы посмотрим. Потому что... Ну, по-моему, у меня было главное. У меня было главное, вроде бы. Я даже не обратил внимания. Пожалуйста. Фитнес-пробежка. Так, сюда. Да. Блин, так, конечно. Такой круг мы сейчас сдаём. Ну, нормально, ничего страшного. Кстати, стрелка... Стрелка... Стрелка-стрелка. Охлаждающая жидкость. Температура. Она поднимается вверх. То есть датчик работает здесь. Прикиньте, ребят. Он тупо работает. Но это редкость. Тоже. Хочу ваше обратить внимание на это. Она поднимается вверх. То есть 90 градусов... Да, вот сейчас там... Ну, не в 90. Сейчас там между 70 и 80 температура сейчас находится. То есть она ползёт по-чуть-чуть, по-чуть-чуть вверх. Так, ну что вы тут... Давайте побыстрее как-то вклинивайтесь. Что вы так думаете долго? У нас бы в реальности уже автобус бы был на перекрёстке. А тут он такой слишком правильный, слишком культурный. Ох. Это мне... Это меня и опасает. Так, не надо их... До свидания. Галей, ну что ж такое, а? Так, ну что, смотрим внимательно. Так, здесь знаков никаких нет. Вообще нет никаких знаков. Значит, чисто по помехе справа. Разъезд, правильно? А вон, кстати, главная дорога есть, нарисована. Ну, в общем, непонятный какой-то перекрёсток. Там главное есть. Тут как бы знаков нет. По помехе справа. Здесь, ну, по помехе справа. Там главное есть. Чё-то непонятно, конечно. Ну, да ладно. По помехе справа не проблема разъехаться там. Там самое главное не тупить, а быстрее делать это всё. Кто-то тупит, этим пользоваться, например. Возможности. Потому что не все, допустим, да, знают правила дорожного движения. В реальности ты подъезжаешь в перекрёстку, там, допустим, знака нет. Но в основном знаки где-то есть. То есть это большая редкость. Это какие-то переулки там тупиковые, там, скажем так. Где знаков нет. И по помехе справа разъезжётся. Вот и всё. А так, ждать пока тот подъедет, проедет. Три лежачих полицейских. Ты уже проедешь спокойно вперёд и всё. Ну, я же говорю, тут надо всё делать чётко и быстро. Если ты уверен, если ты рассчитаешь, ты должен всё рассчитать в уме сразу. Понимаете? То есть ты подъезжаешь в перекрёстку, ты увидишь другого участника движения, ты уже анализируешь, с какой он скоростью едешь примерно, да. Ты понимаешь, что у него перед этим два лежачих полицейских. И ты понимаешь, что у тебя есть возможность проскочить. Ну, не то, что проскочить, ты уверенно, спокойно проедешь. Ты всё анализируешь, обдумываешь моментально и, скажем так, действуешь, начинаешь действовать. Поэтому нужно действовать быстро, чётко, уверенно. Всё, никаких раздумий, никаких, там, дай-ка я посмотрю на книгу правил дорожного движения, куда мне что сейчас делать, куда ехать. Нет. То есть... В реальности всё по-другому со всеми. Ну, деба, сигналит он мне. Так, перекрёсток, конечно, такой себе. Да, эти перекрёстки, блин. Ну, у нас таких, по-моему, нет. Перекрёсток. А, не, есть, чё, я вру. У нас, по-моему, есть на Ленинградке такой перекрёсток. Именно круговое движение. Там как раз дороги вот так вот расходятся. Паутина. Паутина такая. Тоже. Ну, там оно светофором всё разделено, поэтому там... Вот если светофор там не работает, то вот там начинается... Беда, беда и просто беда. Там капец. Просто что происходит. Лучше не сотреть. Хотя я на Ленинградке пару раз всего лишь проезжал, но я знаю, что были случаи, когда там светофоры не работали, там вечные пробки были. Там... Начнём с того, что в мирное время, когда-то пробки были, то есть сейчас тоже там я проезжал через Ленинградку, тоже пробки были маленькие. Вот. То есть светофоры полностью работают. Ну, короче. Боже, как же ты долго рожаешь. Ну, что ж ты так долго. Боже ты мой. Ты серьёзно? Вы как-то все... Как-то... Посмотрите, это разве нормально? Он тупо... Так, ты куда ехать будешь? Ребята, я вас боюсь. Вы какие-то непонятные. Боже мой. Оп. Интересно. А что это такое, что было? А, может быть, потому что я втыкнул... А, так тройка у меня получается. Я на тройку поставил дэшку. А тут же, получается, первая, вторая, третья есть, как бы, да, передачи, типа. Ага, всё, она показала дэшку. Теперь всё ясно. Ну, сейчас попробуем. Я вот текнул на дэшку, на шестую передачу. То есть шестая передача, у меня драйв. Так, зелёная стрелочка. Километр. А, я его хоть взял, пассажира, или как? Ах, ты сзади меня сидишь. Я понял. А что ты там сел, сзади меня? Садись там, правее. Так, что происходит? Что такое? Что, 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 что вы делаете? Ездит кто как хочет. Оп, 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 ребят. Вот здесь какая-то фигня. Отвечаю. Вот здесь какая-то фигня с этим Киа. Просто сейчас ещё раз надо разогнаться, я вам покажу. Вот вы видите, смотрите. Вот кто заметил? Смотрите. До определённой скорости. Всё. Сто и больше не едет. Ну, для города стоит много. Но я просто говорю, что... Блин, а что же я перестроился? Что я направо, блин. Извините, ребят. Я чуть-чуть, видите. Чуть-чуть нарушаю, через сплошную. Хотя в реальности... Ребят, за последние две недели, когда вот эта война, вот это же военное положение, за последние две недели я столько нарушений сделал, что мне можно права отбирать раз двадцать уже. А потом я видел, что реально патрули следят уже за правилами дорожного движения. Один проехал, только перед ним на красный, и они за ним поехали. И тут я чётко понимаю, что всё, типа... Лафа закончилась. Так, что-то я... Я тебя тут высажу. Хорошо. Двадцать одну единицу. Слушайте, давайте ещё один спрос возьму. Ну, а я в южный район хочу поехать. Я не хочу в современный район ехать. Так, ну что там такое? Я понял. Так, по тротуару мы не будем объезжать. Мы сейчас зададим назад просто. Мы включим заднюю передачу. Дэшка есть. Давайте 2,1 километра. Нормально. Очень часто, очень частая ситуация, когда вот просто тупо вот пешеход перекрывает, и люди пользуются и пересекают двойную стошную. Ну, тоже можно, как бы нельзя, рискованно, да, понятное дело. То есть проскочить нам повезёт. Но ты привыкаешь нарушать. Это нельзя делать. Ты просто начинаешь привыкать. Ты потом даже не замечаешь, как ты нарушаешь. А потом тебя ловят и говорят, типа, привет, привет. Ну, давай проезжаешь, тебя уже пропускают. Что тут творится вообще? Светофоры не работают. Что вообще происходит? И ты привыкаешь к этим нарушениям и катаешься, как тебе захочется. Вот и всё. Блин, разогнался называется. Всё, стоим и ждём. Ну чё, кто кого? Конечно, я тебя. Вы ж тут едете максимум 50 по городу. Но у меня здесь длинное ограничение 100... 100 сколько там? 100 с чем-то, да? А почему? Почему она не может больше ехать? Вот фигово как раз. Так, ладно, мы везём сейчас одного пассажира и всё. Мы сейчас едем за ним, забираем его и на этом... Ну, отвозим и будем заканчивать уже. Может, мы ещё заберём одного и поедем за вторым. Такое тоже может быть. Ха, я тебя уделал. Заглох, да? Ну, бывает. Заглох, братанчик. Ну, что ты стала? У тебя ж... Ты ж пешеходка. Вон, смотрите, как тот полетел. В поворот зашёл красиво. Ну, не знаю, чё такие... Блин, ну, вот смотрите, вот и всё. Вот как будто, знаете, вот, как будто... Как будто, как будто... Как будто вот просто не даёт что-то ему ехать. Как будто, ну, руч... Ну, я не на ручники еду. Вот видите, вот ручник. Вон, видите? А, ну, на ручники я поеду. Поеду. А ну-ка, как и поеду. Смотрите, набирается скорость. Ребят, это очень плохо. Плохая тема, ездить на ручники. Как показывает практика, водители иногда забывают снять ручник. Есть такое. Другое дело, когда он клинит. Это уже хреново. У меня один раз было такое. Я думал, что я на ручнике проехал, а он у меня опущен был. И колодки именно, барабаны задние. Такие горячие были. Я вот нажимаю на тормоз, она у меня проваливается. Я машину остановить не могу. Разогнался по проспекту, называется. Двойной выжим делаю, всё, тормозит. А потом всё нормально было. Тихо-тихо, конечно. Я не знаю, что это было. Может, заклинило что-то там. Хрен его знает. Может, я же с ручника снимал. Может, там что-то не так пошло. Не должно быть такого. Так, ну что? Что-что-что-что-что-что? Ага, вон я вижу пассажир. Здравствуйте. Здравствуйте. В игре тоже есть, оказывается. Я ручник... Помните, я ручник-то жал, проехался с ним, всё. Его отпустил, называется. А те, кстати, я уже больше 150, он поехал. Значит, в игре тоже ручник клинит. У меня тоже там, наверное, перегрелись тормоза, наверное. Колеса горячие, наверное, как кипяток. А, это же у нас тут второстепенка, блин. Ты сейчас два часа будешь думать. Ну, ты же на елике, давай. Да, блин, там трамвай приближается. Вот хреново сейчас будет. Ну, что ты так долго рожаешь? Давай быстрее. Всё, поздно. Давай, 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 давай. Так, ну проезжай. Чё ты стоишь? Просто ради интереса. Он поехал? Он стоит. Он стоит. И... Вот, пожалуйста, у нас побега справа. Чё у трамвая нарисовано? У трамвая нарисовано... Чё он стоит? Я не знаю. Ну, а его проблемы... Ну, вот, видите, один проезжает. Одним за одним. Короче, он стоит. Его дела. Ну, что такое? Смотрите. Только что ж ты ехал 150. Опять ручник запринял. Опять нажимаем на ручник. С ручником погнали. Отпускаем ручник. А ну-ка. Ну, я не знаю. Сейчас. Надо разогнаться опять. Так, этот сейчас налево будет поворачивать. Блин. Давайте, 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 ребятки, быстрее, быстрее. Так, отлично. Тот прямо поехал. О, господи. Извини. Спасибо. Так, сюда. А, мы едем со вторым пассажиром. Боже, да едьте же... Едьте же вы быстрее. Что вы так долго думаете? А, там пацаны едут. Я понял, 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 понял. Давай, давай. Так, дедок, ты дорогу будешь переходить? Баха, чё ты стоишь? Чё ты, чё ты ждёшь? Не, нифига, смотрите. Вот чё-то его держит опять. Только, чё ж было всё нормально. Что оно его держит, я не знаю. Ну что? Да, это мы за вторым пассажиром едем. Ой, это я слишком переборщил. Ну, пройди ж ты прямо вперёд. Не, не хочешь. У меня задняя плохо работает. На Киа. На Киа. Задняя передача плохо работает. Так, ну что? Как ты там сел, кстати? О, там весело будет. Ха. Так, ну что? Да давай же ты включайся. О. Так, ну что, куда ехать? Ух ты, блин. Вот это разворот. Я прямо не поеду. Есть хитрый... Нет. Там не получится, видать, такое сделать. Если направо повернуть, то там тоже сплошная. Мы не развернёмся. Ладно. Ладно, поехали прямо. Пока что. А, что пока что. Нам всё равно разворачиваться надо. Вот что-то, посмотрите, просто что-то ей не даёт. И всё. Что-то не даёт. Что именно, и я не знаю. Опять. Опять, опять. Ну, вы аж видели, что я её разогнал до 150. Что это было, я не знаю. Я ещё раз давайте ручник нажму. Отпущу. Парковка. Дэшка. Первый. Ну, давайте на первый сейчас попробуем. Как же долго. Да-да, едь же ты быстрее. Ого, господи. Так, это третья передача. Вот и приехали. Это приехали. Блин, ну я хотел потестить машину. Ёлки-палки. Хотел потестить передачи. Ну тут я виноват, конечно, да. Ну а что мне надо... Мне ж надо было что-то сделать. Вы ж понимаете. Вот давайте, я сейчас третью аппаратно включил. Не, нифига. Тоже нифига. Третья. Вот я не знаю, ребят. Вот я не знаю, как я тут... Ту проблему тогда пофиксил. Но у меня ничего не получается. У меня ничего не получается. Ладно, всё. Будем ехать как едем. Это у нас шеста... Всё, это у нас драйв. Всё, едем как едем. Спокойно, не спеша. Вот это мы только что натворили делов, блин. Каждое видео с каким-то приключением. Обязательно. Во что-то я врежусь. Обязательно. Ну, подождите. Прошлое видео было без приключений. Так что... И позапрошлое видео было без приключений, кстати говоря. Вот кто меня давно смотрит, тот знает, что мне в сити-кар-драйвинге вечно пассажиры кричат. То я их сбиваю, то я их передавливаю, то я с ними летаю по магистрали 300 километров, потом дрифтую. Ну, вот люди знают, кто меня смотрит. Жалко. Не, машинка хорошая. А чего она не разогнается, это уже вопрос. Хороший. Но вот что-то её держит. Что именно, я не знаю. Так, ну всё, прямая дорога. Выезжаем и сюда. И погнали. Сюда. Всё, тормозим. Хорош. Это вот дрифта. Экстрима. 35. Слушайте, ну эта машина прям какая-то для такси создана прям. Вот она... Вот она просто вообще шикарная. 22. Ну да, тут один заказ взять и 2000 уже было бы. Так, всё, мы здесь аккуратненько встанем. Мы вот так авареечку включим. Всё. Что там у нас по тротуару? Два метра есть, два метра есть. Всё, хватит. Я на аварийку стал. Всё, ребят. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте под это видео лайки. Подпишитесь обязательно на канал. Для меня это очень важно. Всё, ребят. Давайте удачи. Всем счастья, здоровья, удачи. И всем-всем пока-пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok